Друзья, приветствую! С вами Станислав Орехов, я дизайнер. В сегодняшнем видео буду разбирать вот такой интересный дом. Это будущий дом моего знакомого Валентина. Он строит его во Флориде и попросил дать меня некую оценку. Поэтому сейчас мы посмотрим фасады, посмотрим внутренности. И я сейчас на что-то смогу обратить внимание. Вы увидите, как можно улучшить, что можно улучшить, почему такие решения. То есть, по сути, получить взгляд со стороны. Если вы строите себе дом, квартиру, то всегда, конечно, выгодно показать ее другому человеку, посмотреть. Поэтому присылайте, если у вас есть какие-то планировки, идеи квартиры. Также смогу помочь вам сделать примерно такой разбор. Ну и сейчас давайте начнем с планировки, потому что это самое важное. Функциональные зоны. Да, дом у нас такой современный, как мы с вами видим, из двух этажей, плюс веранда дополнительная. Вот дошли до основной зоны. Давайте посмотрим, как тут все устроено. Сейчас покажу и сразу же обсудим, что здесь можно улучшить и как это лучше сделать. Итак, как мы вообще оцениваем пространство? Всегда, когда мы оцениваем, мы ищем вход. Вход мы нашли. Обращаем внимание на окна. Большое панорамное остекление. Это очень хорошо. Что мы видим в первую очередь? В первую очередь мы видим такой вот арт-объект. Это лестница. Соответственно, лестница уже должна быть красивая, парадная, интересная. Это вот такой основной-основной знак. Дальше, когда мы заходим, у нас желательно, чтобы была некая симметрия. Здесь слева я вижу какую-то тумбочку, шкафчик. Справа вижу вход в санузел и в гардероб. То есть здесь две такие двери. В принципе, так может быть. Но что хочется сделать дополнительно, вот этот вот весь проем, сразу вот этот вот весь простеночек, тоже лучше, наверное, расположить какую-то консольку примерно вот по этому простеночку. Центруясь по этой двери и слева-справа, чтобы место оставалось. Здесь можно поставить либо какие-то кустики, либо арт-объект, либо подсветочку сделать так, чтобы вот эта стена, она не со смещением была влево или вправо, а сразу же была геометрией. Когда делаете планировку, всегда имеет смысл думать, как она будет в том числе и в 3D-геометрии. Смотреться это очень важно. Дальше давайте зайдем. Ну, вернее, давайте сначала посмотрим в общем, потому что мы можем в целом посмотреть, из чего все состоит. Первая часть – это вот основная зона, она помечена зелененьким. Есть дополнительная зона – это парковка, здесь кухня, здесь гардеробная, спальня 1, спальня 2, но это, видимо, детская гардероб. И прачечная пластиночка. Ну что ж, в принципе, неплохо, в целом все понятно, голубеньким помечены зоны, мокрые зоны. Теперь мы смотрим по окнам. У нас вот есть фасадная часть, здесь, кстати, проходит автомобильная дорога, вот в этой части, поэтому это такой менее предпочтительный фасад. Окно одно, второе, сюда заезд для автомобилей, сбоку здесь жалюзи, скорее всего это открытый, да, это на вес написано, что это открытый. Дальше окно здесь, 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 это уже на участок, вот они все окна и окна по бокам. То есть дом достаточно светлый, есть выход на участок, там достаточно много окон и также некоторые окна выходят и на дорогу. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что с этим делать и что здесь можно улучшить, помимо уже того, что я сказал, в зоне холла. То есть первое, да, это отцентровать вот эту вот часть, желательно, конечно, сделать. Дальше лестница. Лестница должна быть красивая, эффектная, это само собой разумеющаяся, потому что она на центральном ходе. Дальше санузел. Санузел, дверь лучше делать внутрь. Почему? Потому что когда ты заходишь в санузел, если у тебя здесь воздух не очень хороший уже, да, нечистый, то когда ты открываешь дверь, у тебя либо часть уходит внутрь и уходит в вентиляцию, либо попадает в дом. Обратите внимание, во всех отелях в Европе делается именно внутрь, да, это только в России, в Украине почему-то делают вот наружу и стараются так делать. Не делайте так, делайте санузел всегда внутрь, только в том случае, когда совсем там очень мало места, да, ничего не помещается, тогда можно делать наружу. Но так в основном, конечно, всегда делается внутрь. Также меня смущает здесь, ну вопрос по крайней мере вызывает, вот эта часть, если мы посмотрим там по фасаду потом, здесь будет дорога. И представьте, человек такой моется здесь в ванной комнате и либо в душ принимает, и тут на него смотрят проезжающие автомобили. Соответственно, здесь должен быть какой-то либо загончик такой с растениями, да, либо что-то, что нельзя будет подойти и посмотреть. Либо ванну здесь не располагать, да, возникает вопрос, зачем здесь ванна, тоже может быть как бы лишняя и непонятная. Потому что, ну, в общем-то, ванну можно сделать в каждой комнате отдельно и сюда ее не обязательно устанавливать. Да, что сюда можно установить, сюда, в принципе, можно там умывальник более какой-то презентабельный сделать и, может быть, часть прачечной тоже сюда разместить. Ну, тут надо смотреть. Здесь я не понимаю, что, ну, наверное, это какая-то подсобная зона для оборудования, котельной, может быть, чего-то еще. Ну, тут я в детали не знаю, я вот смотрю как бы первый раз и просто на что обращаю внимание, то и говорю. Дальше гардероб. Нет необходимости делать, когда гардероб встроенный. Я-то понимаю, что, может быть, это не специально сделано, но вот такие вот простеночки, они не нужны. Шкафы надо делать полностью закрытые до конца, вот здесь и здесь. Также по гардеробу я скажу, что, несмотря на то, что, наверное, климат достаточно жаркий, все равно, мне кажется, он маловато для такого большого дома, для там четырех человек, насколько я вижу, минимум плюс гостя. Может возникнуть ситуация, когда вот данного гардероба для там одежды повседневной может быть мало. Может быть и нет, но вот в России я бы такое точно не делал, я бы делал гораздо больше гардеробную. Хорошо, заходим, давайте попадаем теперь в основную зону, в гостиную, посмотрим, что здесь. Попадаем в гостиную, попадаем слева-справа, здесь какой-то интересный объект должен быть или что-то висеть, картина, то есть это такая важная вещь. Теперь смотрим на столовую зону и на зону с телевизором, с диваном. Вообще, что очень важно, когда мы создаем пространство, гостиной, очень важно, что это место для общения. Что значит для общения? Ну, значит, люди сидят и общаются. Что это значит? Это значит, что они должны смотреть друг на друга, не только за столом, но и на диване. Это не только для кинотеатра, там человек сидит один, второй, третий, четвертый лежат и они смотрят телевизор. Да, тогда, наверное, окей, это может быть. Но в основном, конечно, предпочтительно все-таки делать гостиную так, чтобы она была с возможностью смотреть друг на друга и общаться. Что это значит? Это значит, что диваны можно расположить как-то по-другому. Может быть, диваны вот здесь диван, здесь диван. Можно вообще направить взор не в телевизор, а на красивый сад. То есть, может быть, вообще по-другому расположить. Если диван расположен вот так, то какое-то креслице может быть, чтобы можно было сидеть здесь и общаться. То есть, соответственно, вот этой части может не быть, она может быть где-то вот здесь, а здесь может быть кресло. Либо наоборот, эта часть здесь, здесь вот этого закрепления нет, здесь там два кресла. Либо здесь четыре кресла, тут диван. То есть, нужно компоновать группу, вот эту диванную, ну, немножко по-другому. Потому что сейчас один диван, он смотрит на телевизор. Телевизор, кстати, это тоже, понимаете, не сильно по центру. Телевизор маленький для такого большого пространства. Поэтому здесь должен быть либо проектор, либо телевизор там не 50 дюймов, да, а там большой, 85 здоровый, большой, хороший, красивый телевизор, если такая задача. Но все равно я бы еще какие-то креслицы бы добавил, чтобы можно было дополнительно сидеть, смотреть либо телевизор, либо все-таки общаться с людьми, которые здесь. То есть, обязательно, то есть, можно вот так вот сделать, допустим, компоновку два кресла. Можно сделать вот так компоновку три кресла. Можно сделать вообще вот такой вот диван. Здесь какие-то торшеры поставить интересные. Диван, 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 диван. Ну, то есть, какую-то более такую замкнутую интересную зону. Здесь за этим диваном можно тоже торшер поставить, то есть, разганичить какое-то пространство. Можно, наоборот, соединить его с гостиной. Может быть вообще даже не в телевизор смотреть, а вот куда-то туда. Вот такая идея здесь, я бы диванную группу и вообще всю эту часть бы поменял. Почему это сейчас нужно делать на планировке? Потому что скорее всего здесь будут какие-то торшеры где-то находиться и нужно будет выводить электрику. То есть это очень важно сразу же здесь продумать. Вот эта часть нормально, да, вполне, при этом сюда может еще там проектор выдвигаться и здесь может быть сверху какой-то большой красивый проектор, это нормально. Теперь посмотрим гостиную. Ну здесь вопросов особо нет, нормальная, большая, хорошая гостиная. Единственное, чтобы я ее сделал, я бы сделал по центру. Как вообще обычно делается? Есть какие-то центровые осевые привязки, здесь я не сильно вижу, но допустим простенок, да, вот он имеется простенок. Скорее всего стол выведен по этому простенку, да, здесь он по центру и здесь вот по какой он оси, ну как-то непонятно почему он именно здесь. Не очень ясна логика, ну может быть, но тогда тоже получается здесь еще одна зона, это неплохо. Ну может быть сюда какое-то кресло еще что-то смотреть. Нужно, мне кажется, вот пару кресел вот сюда вот смотреть, тем более ты заходишь сюда, смотришь, вот у тебя ось, когда ты заходишь, у тебя получается ось. Ты идешь либо с этой стороны, да, либо с этой, идешь на что? На красивый идешь. Кстати, мне не очень нравится вот эта идея, то что окна здесь не симметричны, то есть лучше всего сделать, конечно, здесь вот достаточно большое окно, чтобы вот центральное окно было вот здесь, да, чтобы максимально здесь был пролет и чтобы его было видно, когда ты выходишь отсюда. То есть это вот как бы по фасаду оптимально. А выход как раз-таки вот здесь вот, на веранду где-то сбоку, здесь большое окно, либо здесь раздвигающиеся двери влево и вправо, чтобы можно было их раздвигать и выходить на веранду. То есть меньше вот на эти окна сделать упор, скажем так, вообще как бы они не сильно важны даже, потому что телевизор, наоборот, может быть свет будет мешать. Я бы сделал именно максимально вот это вот окно, максимально по возможности его, чтобы оно было расширенное и колонны бы, может быть, немножко бы снес. Потому что, не снес бы, а поменял бы местами, потому что здесь центральная ось и она должна быть красивая. Также, когда мы сидим здесь за столом, либо вот отсюда, если мы смотрим, то есть вот эту вот ось лучше, конечно, соблюдать. И, соответственно, здесь мы можем поставить два каких-то красивых кресла, которые будут сюда смотреть, либо диванчик, либо лиджаночки. То есть я бы обратил внимание именно на этом. Потому что сейчас сделали фасад, ну как-то сделали, и планировку, ну тоже как-то разместили из фасада. Все-таки правильно проектировать, когда у тебя и внутренняя часть, и внешняя, они совпадают. Вот, и эти бы, вот эти элементы я бы поменял, я думаю, что их можно спокойно поменять, либо сделать там не такие выразительные. Надо с архитекторами работать говорить. Здесь, ну, какая-то столовая группа, хорошо. Теперь мы заходим на кухню. Кухня сделана удаленная. Тоже, кстати, не факт, что так хорошо делать. Я бы подумал по этому вопросу. Идеально, когда у нас огромное пространство, оно все просматривается. То есть можно, оно перетекающееся. Такая зона, ты пошел по кухне, пошел по столовой, погулял тут, посидел, там дети побегали, там, туда, вокруг. То есть когда вот эта зона вся большая. Никакой ценности в том, что здесь перегородка я не вижу, я бы ее не делал. Если нужно здесь конструктивно сделать перегородку, ну, можно сделать, не знаю, какие-то две колонны, например. И я в очередь в колонну что-то обыграть тоже. То есть я бы делал именно, чтобы было общее пространство, чтобы, допустим, это же не бытовая кухня, скорее всего, да. Здесь будут, как бы, готовить, общаться, наливать там сок, завтракать. То есть вот эту часть я бы объединил со всей остальной зоной. Если такая задача стоит. Если такой задачи не стоит и наоборот хочется разделить, то, ну, тогда можно делить. И тогда как раз-таки решение, видимо, оправдано. Ну, я бы вот, исходя из того, что если мы живем дома, мы общаемся с друзьями, с гостями, с детьми, со взрослыми и так далее, да. То есть тот, кто готовит, он не где-то отдельно, а здесь презентабельная зона. Если такая функция, то тогда объединять. Если функция все-таки разъединенная, то разъединять. Также я вижу, что с кухни выходим на еще одну зону. То есть как будто еще одна гостиная появляется. В принципе, это неплохо. Здесь нормально. Также я бы все-таки предпочел не вот такие вот двери. Да, они дешевле, естественно. Но вот в таком формате, в таком климате, конечно, раздвигающиеся двери створки гораздо лучше. Поэтому лучше не открывать их вот так вот одну створку, а просто раздвигать, чтобы можно было единение с природой делать. Вот поэтому лучше всего влево-вправо сдвигающиеся. Об этом стоит подумать. Ну, холодильник, да. Вообще поверхность и кухонная часть достаточно маленькая. Покажу, для такого большого объема нужно больше. Потому что поверхности рабочей практически нет. Ну, то есть вот это вот может быть, да, только умывальник. Для такого дома одна просто умывая раковина очень мало. Потом, ну, это окей. Дальше рабочая поверхность, холодильник. Вообще лучше всего треугольник делать. То есть, чтобы холодильник был где-то здесь, мы идем. И дальше там варичная поверхность, где-то, например, здесь. И здесь разделочная зона. То есть, чтобы можно было вот так ходить. А не по одной линии. То есть, если по одной линии, ты такой сюда пошел, сюда пошел, сюда пошел, сюда там поделал. Не очень удобно. Лучше всего треугольник соблюдать. Поэтому лучше всего кухню делать Г-образной, либо П-образной. Здесь абсолютно ничего это не мешает Место есть То есть кухню я бы сделал гораздо больше Много потому что припасов, всяких элементов То есть я бы кухню делал вот такую большую п-образную И она бы была примерно в таком формате И плюс еще бы объединял Так, идем дальше Куда мы попадаем? Здесь зона, ну хорошо, да, какие-то шкафчики Два автомобиля, навес, отлично Прачечная, заходим Ну прачечную нужно тоже понять, где здесь машинка Стиральная, сушильная, где они будут Лучше их сразу указывать Ну хорошо, да, может быть Что еще, давайте сходим в зону гардеробную Гардеробная зона, попадаем внутрь Здесь большая какая-то зона, я так понимаю, детская Две спальни и гардеробная Ну в принципе нормально Здесь мы смотрим либо на восток, либо на запад Тоже нормально, ну вполне, да, допустимо Единственное, что такое шкаф по всей стене Ну не уверен, ну может быть, как бы хорошо И то, что мы сидим, значит, здесь Сюда смотрим, тоже как бы, ну не знаю Тоже не факт и не уверен Я бы, наверное, все-таки поставил бы стол куда-то сюда К окну, ну наверное, да, может быть кровать там наоборот Вот сюда куда-то более в темный уголок Ну тут дело вкуса, в принципе Если мы хотим смотреть именно в окно, то тоже так может быть Ну не критично, здесь можно оставлять как есть Единственное, что попросило внимание Это я бы немножечко дверь сдвинул Чтобы чуть больше заплечики оставлять Вот здесь и здесь Чтобы она не впритык была То есть двери немножко туда и сюда Здесь санузел, окей Ванная комната тоже непонятно, почему здесь именно Наверное, здесь будут стояки стоять Да, но другой транслив тоже тут Я бы сделал все-таки, наверное, вот сюда В ванну, ну умывальники, да А в ванную, наверное, вот сюда По окну, по центру Ну прикольно, когда она находится Либо сюда там унитаз поставить А сюда раковину тоже нормально Я бы чуть-чуть перепланировал этот формат Душ, по-моему, большой Душ там 900 на 900 вполне хватит Мне кажется, он сейчас немножко Ну просто больше, чуть-чуть, чем нужно Хорошо Посмотрели, порекомендовали Давайте пройдем на следующий этаж Попадаем на второй этаж Попадаем по лестнице Смотрим, что здесь можно получить дополнительно Заходим Вот у нас лестничный холл Здесь, кстати, двери уже открываются влево-вправо Что прикольно, интересно Да, нормально, коридор, кладовая Вот эта кладовая мне, конечно, совсем до конца непонятно, как она устроена Потому что что тут складывать То есть ты заходишь и у тебя только вот тут маленькая зона Никакого плюса в этом нет Что нужно сделать? Нужно дверь, может быть, сделать Чуть поменьше Либо вот так вот даже сделать Сейчас чуть-чуть ее сдвинуть Я не знаю, почему она такая большая Либо сдвижную ее сделать Либо двойную дверь тогда открывающуюся Можно сделать вот так вот распашную Распахивающуюся Для чего это нужно? Для того, чтобы имело смысл такую кладовку делать Да, даже если она небольшая Ее надо обязательно с двух сторон делать То есть должно быть вот так Вот так вот должно быть Потому что иначе очень мало Сюда поставить какие-то баночки, скляночки, наверное, еще что-то Понятно, что здесь плечики сюда не поместятся Но вот так вот можно хотя бы будет как-то расположить Может быть здесь будут храниться какие-то стиральные принадлежности Либо там бытовые Сейчас неразумно, немножко нерационально она использована Так, идем дальше И давайте посмотрим вообще в целом, что мы здесь видим Мы видим здесь спальня, санузел, кабинет, гардероб, санузел, спальня Вот это главная спальня Вот это терраса, это кабинет И здесь какое-то такое место для тусовок И выход еще на крышу Ну хорошо, куда мы сходим? Давайте сначала сюда, в самое простое место Здесь спальня, спальня 18-19 метров почти Хорошо, стоит, лучше всегда делать шторы, если они будут Если штор не будет, тогда жалюзи можно показать Нормально Здесь в принципе нормально, если надо посидеть Хорошо, тоже впритык лучше не делать Лучше какое-то место здесь оставлять То есть когда мы делаем любое встроенное Не надо впритык делать к окнам Так не делается Здесь нормально, да В принципе, как гостевая хорошая зона Можно вот ее использовать Ничего лишнего Ну если там необходимо развлечься Людям можно еще телевизор какой-то повесить Понятно, что он не по центру Можно еще на кронштейннике Его немножко туда-сюда сдвигать Но в целом нормально Вот тут все хорошо И дверь открывается внутрь И здесь дверь открывается внутрь Кстати, здесь уже нормально эта тема То же самое В ванну желательно располагать, конечно, вот так К окну Прям совсем классно, когда это все видно Но так тоже допустимо Здесь нормально, нормально Ну в целом, да Здесь я бы какие-то шкафчики Либо что-то бы еще Потому что место пропадает Ну как-то жалко Что-то еще можно разместить сюда Система хранения Либо еще что-то там Полотенца Какие-то дополнительные Вполне нормально Может быть душ сюда разместить где-то Потому что душа тут нет А в принципе неплохо было его разместить Например, там сюда Или куда-то еще И тогда сдвинуть дверь немножко там Влево-вправо Следующее Куда мы попадаем Давайте сюда это на сладкое Ставим следующую спальню Здесь 36 метров В принципе нормальная история Как однокомнатная квартира У некоторых она тоже как спальня хорошая Такая история На что обращаю внимание То, что телевизора нет Не знаю, нужен он или не нужен Если не нужен, ничего страшного Но что мне не очень нравится Мне не очень нравится отсутствие симметрии Когда мы лежим Мы хотим видеть что-то красивое Мы видим некрасивое Мы видим красивое где-то сбоку То есть наш взгляд Вот сюда вот он упирается То есть вместо того, чтобы видеть Все пространство Вот это вот большое С террасы Мы видим только ограничивающую Вот эту зону Просто вот даже посмотреть И вот эту зону И здесь мы натыкаемся Вот на такой угол То есть по сути Вот весь наш красивый вид Он у нас упирается С которым мы купили и заплатили Он у нас упирается Вот в такую маленькую Подзорную трубу Так лучше не делать Что для этого нужно предпринять То есть первое я бы Может быть кровать Да, здесь так и оставить Но я бы тогда Окно бы расширил Все-таки Не надо вот эту зону Она здесь как бы не сильно нужна Ее и так можно поставить И пусть она Бестолково сидеть вот здесь И смотреть на стену Вообще непонятно Зачем это Как делается То есть вот такой берем Заплетчик Проплетчик тут И здесь получается И здесь делаем окно Это все позволительно То есть проблем здесь нет Пролет нормальный Эрхитектурно Это все учитывается Все, мы уже сделали Вот достаточно большое окно И что теперь мы делаем Желательно, конечно Чтобы кровать была как-то По оси По некой Здесь, соответственно Кровать можно немножко Тоже подвинуть Но здесь получается уже вход Не очень хорошо Ну ничего страшного Может быть кровать Ну то есть достаточно большое пространство Может быть кровать Даже имеет смысл Как-то сделать Вот ближе Ближе к окну В принципе это тоже неплохо То есть делаем кровать А за кроватью Сделать, например Либо гардероб Либо еще что-то То есть, что может Мы заходим Мы сразу же не кровать видим Мы видим здесь, например Либо шкаф Либо что-то дополнительное То есть можно здесь делать Какие-то шкафы Какую-то мини-кухню Да, чтобы куда-то не ходить Может быть умывальничек Ну что-то вот в общем здесь сделать Да, какое-то дополнительное место А кровать немножко сдвинуть вперед Проблем это никаких не доставить Когда мы просыпаемся Мы видим и туда зону И туда видим зону У нас получается красиво То есть нет смысла Ценности никакой нет В том, что вот такое у нас большое Огромное пространство Перед кроватью То есть я бы вот над этим подумал Также вот я вижу, кстати Здесь рабочая зона Бывает, знаете, как делают Еще рабочую зону Примерно в таком формате Кровать, допустим, так сделана И стол тогда можно уже вот сюда поставить Здесь можно сделать Какое-то небольшое возвышение Хотя здесь Ну да, в принципе можно сделать Возвышение Здесь там 2-3 лесенки То есть можно Высота 3,20 позволяет Здесь можно сделать стол Здесь можно стул один Стул второй Дополнительный поставить Тут можно компьютеры поставить За кровать То есть можно сидеть И еще одно рабочее место Еще один кабинет А с этой стороны Снизу получается Мы можем сделать Там какие-то книги Либо полочки То есть ты заходишь Можно присесть Да, вот сюда вот Ниже присесть Кровать Можно, кстати, да Тоже немножечко поднять Таким образом Мы решаем это пространство Двигаем кровать Ну и каким-то образом Получаем тут дополнительную Какую-то зону Которую можно обойти Сюда по лесенке И сверху тоже может быть Интересный вид там На сад Или сюда То есть достаточно такое место Прикольное И дополнительно Вот там два Рабочих стола Что тоже неплохо Так, это сразу же Там что приходит в голову Что можно посмотреть Что можно здесь Организовать Теперь в санузел Душа достаточно тоже большой И тоже впритык Вот так впритык уже не делать Об этом говорили Здесь ванная по центральной зоне Хорошо Но здесь не очень классно Что дальше Симметрия не сохраняется Когда ты сидишь И смотришь на какую-то зону Желательно соблюдать симметрию Для этого мы делаем Просто ось симметрии По основным элементам Вот допустим У нас здесь ванна Вот по ванне Прямо делаем ось проводим И соответственно Стол Стулья должны быть Тоже по этой оси симметрии И тогда будет красиво А так у нас почему-то В разнобой Самостоятельно живет Эта тема Самостоятельно живет Эта тема Как мы вот сюда Кстати пройдем Вот я захожу сюда Здесь непонятно Здесь непонятно Как я пройду Вот к этому стулу То есть мне приходится двигать Это все не аккуратно Некрасиво Ну не функционально Так лучше А вот отсюда мы идем Но все равно Получается что Здесь вот маленькое расстояние Буду садиться Облокачиваться И постоянно буду спиной биться Вот лучше Кто мешает сделать Просто ось Поставить там сюда столик Вот это да И вот там 4 стула Или 3 стула Или 2 стула Сколько нужно Вот у тебя красиво Уже получилась композиция И ты так же классно Видишь из ванной комнаты Кстати в ванную комнату Тоже если на эту террасу Никто не ходит Можно сделать сдвижные Конструкции То есть вообще по максимуму Я бы сделал раздвижные Окна для того чтобы Ну просто красиво Можно было раздвинуть Да и наслаждаться Свежим воздухом Это всегда очень здорово Гардеробная здесь окей Это пуфик какой-то Ну в принципе он позволяет Я бы сделал еще какой-то остров Да куда можно там галстуки Еще какие-то вещи добавить Это вот хорошая вещь Также если бы мы рассматривали Сдвижение кровати Я бы возможно сделал Гардеробную еще одну То есть удобно когда Одна мужская гардеробная Одна женская Да если не делать Вот этот вот Подиум с компьютерами То тогда второй вариант Сделать здесь гардеробную Допустим мужскую Это пусть будет женская побольше А будет мужская Таким образом получается Ну вот эта вот гардеробная Очень быстро забьется И вторая тоже будет Не пропадать Я бы место использовал Именно для удобства Для функционала Чтобы вещи не путались Потому что Ну это всегда проблема Проблема возникает когда Когда приходят помощницы Начинает стирать Начинает убирать И у тебя вещи Детские, взрослые Мужские, женские Оно все в одной куче И вообще в итоге В идеале сделать даже Две прачечные Для мужских Или три даже Чтобы не смешивались вещи Потому что Платить помощниц За то чтобы разделять вещи Это ну такая еще задача И учить ее разделять Чем просто взять две комнаты И посменно Чтобы они приходили То есть дешевле купить И выделить еще одну комнату И еще одну стиральную машину Нежели там разбирать Ну в некоторых случаях Я бы поступил По крайней мере Если такой дом Такие объемы И уже качественно Такое жилье Я бы поступил Примерно так В принципе Ну как бы себе Тоже я бы так сделал Дальше Давайте сходим в кабинет Кабинет вызывает вопросы Сразу скажу Какой-то одинокий диванчик Кабинет надо планировать Так же как гостиная И где-то сбоку Мы там ютимся Тоже не уверен Кабинет достаточно мощная штука Ее надо страивать Прямо по центру Вот он кабинет Вот сидит Биг босс Если нужно посовещаться Можно стол там вот так вот ставить В принципе нормальная тема Можно не ставить Если такой задачи нет Можно ставить вот такую Если кто-то придет Сзади Ну если стоит задача Там дополнительно Какое-то место обеспечить Я не знаю Тут кабинет надо смотреть по работе Что нужно Если это студия Это одно Если это просто присесть к книге Посмотреть это другое Я так понимаю Здесь шкафы Плюс там посидеть Будут ли кто-то еще сидеть Непонятно Я бы организовывал Все это пространство Примерно так же Как и гостиная То есть вот какая-то Основная зона Может быть там пару диванов Раз-два Может быть камин какой-то поставить Кабинет В принципе вот эту зону Я бы наверное убирал И может быть бы Ставил кабинет вот сюда Не кабинет, а стол Чтобы смотреть на что-то красивое Сюда и сюда То есть стол можно ставить сюда Здесь же можно Если нужно поставить Шкафы Здесь можно загородиться Кстати тоже Ну вот возможно так Чтобы было Если нужно еще там Стол какой-то поставить Стол вполне сюда становится Вот так вот можно ставить То есть я бы подумал Над кабинетом Так как сейчас организован Мне не нравится С положением стола С положением всего лишь Одного дивана Наверное кто-то еще придет И тем что Вот эта вот зона Достаточно пустая То есть я бы еще подумал Над планировкой Над местом стола Где вообще комфортно Как это будет выглядеть Также я вижу Какие-то презентации Наверное будут Ну надо смотреть То есть кабинет Он все-таки Сейчас он сделал Мне кажется не до конца Удачно Нужно планировать Терраса В принципе хорошо Тут непонятно чего делать Не ясно зачем Всего лишь одна дверь Я бы сделал тоже раздвижные Абсолютно все Раздвигаешь У тебя красиво Все классно Здесь можно Либо лежачки какие-то поставить Ну тут надо смотреть Какой именно отдых будет Либо Ну не знаю Тоже какие-то кресла Ну что-то Сюда желательно поставить Иногда ставят на террасу Например Ты сидишь там в кабинете У тебя может быть Какое-то кольцо Там фаер Фаер кольцо Камин какой-то красивый Когда ты видишь Идаль И у тебя получается Все симпатично Еще и за счет огня Может быть какие-то там Дровница Ну в общем как-то террасу Я думаю что тоже нужно Локально Организовать Так Заходим в кабинет И тоже здесь Не очень хорошее решение В плане Дверь И Что мы видим У нас как бы Смещение оси Ну в принципе Так же как и в гостиной Тут надо смотреть Можно ли Расширить вот эту Центральную зону Я бы везде ее По возможности расширял Почему вот эта Центральная зона Здесь большая Здесь маленькая Наоборот Лучше как бы Расширять по максимуму Вот эту зону Сделать с окнами Открытую Потому что это одна Из главных осей Куда мы смотрим И вот эти вот боковые Сужать Ну и тут уже вопрос К архитектору К архитектуре Да если мы туда не лезем То Соответственно Оставляем как есть Дальше Ну вот сюда Это просто стол С какими-то Стульями Тоже непонятно Как устроено Что да как Вообще в целом Если терраса у нас есть Очень неплохо бы Какую-то мини-кухню сделать Потому что я так понимаю Здесь будут Люди находиться А если будут люди находиться Должен быть какой-то Холодильничек Какое-то место Где может быть Шашлыки Приготовить здесь То есть это какая-то Еще основная Дополнительная зона Не шашлыки Может быть А напитки подать Может быть Там прохладительные напитки А может быть Какие-то Закуски Ну что-то Какая-то мини-кухня Наверное на втором этаже Если будут здесь Какие-то тусовки Организованы Желательно Должна быть Может кофемашина Будет здесь И поднимаемся Тут дальше На третий этаж На третьем этаже Давайте посмотрим Это не третий этаж Это терраса Вот еще одна зона С террасой Добавляется Опять смотреть Здесь еще один стол Ну не очень пока понимаю Что здесь будут Затусовки Просто стол Можно на первом уровне На втором на третьем Походить На здесь походить В общем я думаю Что на третий На второй уровень Желательно сделать Дополнительно Такую мини-кухню И к этой мини-кухне Получается Нужно сделать Мини Машину Где будет мыться Холодильник поставить Ну да Где-то кухню Я бы устроил И место в принципе Для этого есть Возможно Кабинет Вот здесь Не нужен такой большой Можно вот здесь Какую-то мини-кухню Устроить Либо здесь Либо здесь В общем я бы об этом Точно подумал сейчас Потому что На первый этаж Не набегаешь Вот пришли гости сюда Например Сели Говорит ой Типа водички у вас есть Там или лимонада Вот где ты возьмешь Ты на первый этаж побежишь Непонятно А люди уже сидят Там работают Я так понимаю Здесь какие-то Может быть деловые встречи Даже происходить Может быть дружественные Ну вот хочется Там каких-то чипсов Лимонада Вина То что там любят Где-то вот здесь Чтобы это все находилось Здесь это не предусмотрено Может быть на улице Дайте предусмотреть Потому что там морозов нет В общем тут по климату Еще надо смотреть Ну в общем-то Такие основные Рекомендации Советы По фасаду По фасаду тоже покажу Фасаду в принципе нормально Такой современный стиль Все хорошо Я против Наверное вот этих Вот все-таки делений На Эти вот клеточки Мне кажется Это не нужно делать Ритм здесь один Вертикальный получается Здесь получается Еще он разбивается Я думаю Не надо делать Также по фасаду Мы обсудили То есть можно ли Центральные части Как бы побольше сделать Мне кажется Это не противоречит Мне не очень нравится Как нависают Вот эти колонны Сверху То есть то, что они каменные И они находятся На вот этой вот панели Которая серая То есть серая Оно меньше визуальный вес имеет И каменные такие более массивные колонны На нее опираются То есть вот здесь как будто Рычаг такой визуально возникает Ну такое ощущение Немножко неспокойства Также мне вот тут вот Не очень понятно То есть идет здесь Подшиф Вот здесь вот он Минимальный подшиф Тут какой-то максимальный В общем я бы еще посмотрел Здесь вот колонны уходят На подшиф И на бетон В общем я бы посмотрел Еще понятно что это визуализация Но план бы посмотрел Не уверен что вот внутрь Нужно именно садиться туда Может быть Да вот эта часть В принципе Но вопрос Как там будет ливневка Как там будет вода Куда будет это все уводиться Не будет ли здесь в общем болота Когда будет дождь Это дождь я так понимаю Здесь вполне возможно Также вот в угол не делают Ни в коем случае То есть нужно какое-то место Оставлять слева справа Чтобы был какой-то простенок Так вот просто невозможно Сделать как они так сделают И очень плохо Когда камень вот на такой вот Тонкой поверхности Когда камень в минимальной толщине Так тоже не делают Такое же я видел еще где-то По фасаду было Сейчас покажу Наверное на другом ракурсе Да Вот это вот решение Оно абсолютно не подходит Так нельзя делать Нельзя когда камень Как будто наклейка Такой шпоном наклеили При этом камень Он имитирует Такую мощную породу и поверхность Вот Соответственно вот здесь Вот тоже должен быть камень В общем я бы подумал Здесь по материалам Также возможно Да Первый этаж Он более должен быть тяжелый А верхний более легкий Сейчас получается Вот если мы посмотрим Вот эту часть Которую мы видим То есть вот это вот У нас более такая Тяжелая часть Такая каменная Вот это вот белая легкая И верхняя часть Еще у нас тоже Получается тяжелая Вот эта часть И она у нас больше По размерам Ну визуально Когда вот мы ставим Пирамидку Если вот детские игрушки Вспомним Ставим пирамидку Ставим внизу Маленькую пирамидку И сверху большую И такое ощущение Нестабильности появляется Вот у дома Такое ощущение Не должно быть Вот здесь это ощущение Такое же Что вот у нас на белом Как будто нестабильная Вот эта вот очень черная Давящая поверхность И кажется Что вот он немножко перевернется В принципе В классике Это обязательно Все соблюдать Если вы посмотрите То внизу всегда Самые такие Навороченные колонны Дальше все спокойнее И кверху более простые В современном интерьере В принципе Здесь можно отходить От этих канонов Но все равно Такое ощущение На подсознательном уровне Остается Я бы подумал По материалам То есть Низ бы наверное Более все таки Сделал бы Таким Насыщенным Да То есть Может быть углы Вот эти вот Тоже сделать Вот такими вот Каменными Да Либо темными А здесь наоборот Облегчил сверху В общем Ну если делать Только вот сверху И здесь такое же ощущение Вот колонна стоит На Давит на Вот эту плиту И опора нет И здесь опора нет Но это уже вопрос К архитектору Вот здесь вот Почему опора нет Непонятно Возникает По крайней мере Как бы вопрос Идея с каким-то садом Мне здесь нравится Я бы сад еще Вот здесь вот насадил То есть Полностью бы я сделал Дополнительно Я так понимаю Растения здесь В климате будут расти Вполне неплохо Добавил бы Вот этот климат То есть все классно Мне не очень нравятся Вот эти вот белые пятна Что это такое Это светильники Почему они белые Ну здесь понятно Почему они белые А здесь То есть лучше все-таки Черные использовать Наверное А еще лучше Встраивать их вверх И пусть они светят Сверху вниз И проблем тогда В этом не будет То есть Как бы Вот здесь кстати Такое же решение Вот нельзя делать Такую тонкую Конструкцию Так не делается Дальше Что мы посмотрим Ночные виды Хочу показать Посмотреть вернее Да вот кстати Выход С трассы И вот представьте Вот вход Хорошо Там все просматривается Проглядывается А вот здесь Вот кто-то в ванной купается Вот здесь у нас ванна Помните Вот здесь Находится Ну тоже непонятно Во-первых Просто не ясно Да Как здесь человек Будет купаться В душе Либо в ванной Ему будет видно Все с улицы Будут Приезжать И говорить привет Ну да Можно там повесить шторы Но все равно В целом Как бы дом Хорошо Как бы сделан Организован Вписывается в пространство Да Вполне Мне нравится то Что вот здесь Вот сосна Такие высокие И вот как будто Повторение таких Ну коры В принципе Нормальная тема И может быть Я вижу здесь дерево Может быть где-то дерево Побольше сделать Вот дерево Да Является Вот здесь Может быть где-то Просто убрать бетон И побольше дерева сделать Например Вот здесь Снизу Тоже будет симпатично Либо сверху В общем Бетонные вот эти вот Конструкции Я бы минимизировал И вот эту вот раскладку Тоже я бы убрал Раскладку Крестиком Вот эти вот Немножко не из этой оперы То есть они такие Как бы не из этого дома Они по стилю не подходят Ну кресло лучше Если выбирать То потом уже Выбирать другие Так Ну и вот светильники Да О которых мы говорили Здесь они абсолютно Сюда вот эти не вписываются Лучше чтобы их Здесь не было Вот этих Во-первых они белые Во-вторых они как бы Светят вверх-вниз Ценности тоже в этом нет Если есть задача Подчеркнуть вот эти вот колонны То надо их подчеркивать Просто сверху Вот так вот светильник сверху И все И будет хорошо И здесь точно так же Колонны Эти-эти Но тогда и эту надо подсвечивать И эту подсвечивать Непонятно где-то подсвечено Где-то нет Поэтому я бы подсвечивал все Тогда наверное и те боковые Почему здесь темно Ну не ясно А вот еще дополнительно Можно сделать подсветку По периметру То есть делается LED-подсветка И вся зона будет светиться В принципе тогда будет Такая как бы Балочно-остоечное решение Сейчас нарисую То есть будет здесь свет Здесь будет свет Сверху вниз И вот так вот будет свет То есть все будет как будто Светиться и светиться там материалами Тогда будет симпатично Так тоже можно сделать Вот так вот То есть она будет как будто Еще архитектуру, структуру показывать Вот я бы подумал Над таким форматом Это все не очень дорого стоит Как бы разумных денег Потому что вот такие вот Внутренние светильники Они тоже как бы нормальные Но надо понимать Что они светят таким вот светом Который тени оставляет Все-таки такая распределенная Подсветка она более мягкая Более меньше вот таких жестких теней Когда у тебя там круги под глазами появляются То есть это раньше делали Пока светодиодов не было То есть можно сказать Это такая старая технология И сейчас вот такие бы LED-подсветки Я бы использовал только в качестве Там акцентных каких-то элементов Чтобы светить Ну не как основной А как акцент Вот здесь же кстати сделана подсветка Вот нормально Вот точно такую же бы сделать И по периметрам Чтобы он светил весь фасад Первый, второй этаж То есть как будто корабль Такими ярусами бы светил Мне очень нравятся вот эти рейки Но их очень мало Почему-то вот этих вот рейк Вот этих вот боковых Жалюзи или что-то Их мало Я бы их добавил Меньше бы сделал именно бетона Побольше бы сделал может быть дерево Было бы симпатичней Ну в принципе все Если мои рекомендации были полезны Рад, что это так Если какие-то вопросы Пишите Вот кстати как классно смотрится Лестница Мы видим по центральной зоне Вот она Симпатична Ну нормально На этом тогда сегодня все С вами был Станислав Орехов Присылайте, если какие-то есть проекты Буду разбирать Посоветую Ну и если хотите заказать у нас проект Мы все это делаем, умеем У нас в портфолио достаточно Много проектов Тоже их можно посмотреть Ну например подобные Да, я сейчас покажу Которые можно использовать Уже в работе Вот принцип Который используется Дом сам Каменный Раздвижные кстати окна То что я говорил Вот можно как бы обращать внимание Здесь Также вот они большие окна Очень красиво Получается Крепления разные Фасады То есть очень важно проработать еще Как это все будет выглядеть Вот примерно такой дом Вот как он светится То что я говорил Вот если такое освещение делать Примерно В формате Линии Вот будет примерно так Поэтому вот такие Вертикальные, горизонтальные Не обязательно Можно вот в таком формате Она тоже будет симпатична Вот внутренности Что можно сделать Если стоит задача Дополнительно Ну какие-то подсветочки Включать То есть можно внутри дерева добавить Вот обратите внимание Тоже на Планировку если посмотреть Вот Диваны Отдельная зона Отдельная зона дивана С кинотеатром Там отдельно получается кухня Но она все равно вместе Можно обходить Здесь вот кабинет Да, можно тоже посмотреть Обязательно когда заходим В какой-то арт-объект Да, картина Там если есть что-то интересное Соединение кстати Бетонное дерево Нормально На полу Мрамор может быть И тоже дерево Вот кинотеатр То есть везде должны быть Такие зоны И везде должны быть Просматриваться Вот эти вот большие окна Кстати вот как было Это изначально то что Строено было То есть то с чем у нас Достался дом Когда открывающиеся Как раз двери И перекрестия И как мы сделали Абсолютно вот открытое пространство Да, это стоит дорого Ну дороже чем было Но если мы заказываем с нуля Это все производим То это гораздо лучше Камин кстати Было бы неплохо сделать Если есть возможность Ну дополнительно конечно Вот я вижу вот такие большие окна Они симпатичные И вот как терраса работает Здесь стол И там сразу же Зона отдыха Вот и плюс там еще можно подключать Тему с планшафтом В общем можно изучить дополнительно вот этот проект С каждого ракурса С каждого вида Лестницу тоже можно спроектировать Чтоб она симпатично и интересно смотрелась И тогда будет весьма Весьма неплохо Ну кстати бетон он не мешает Он наоборот в контрасте дерева работает Вот еще один проект Это то есть более современный Вот такой больше Хай-течный Можно сказать В общем посмотрите проекты Нужна будет консультация Обращайтесь Ссылки будут под этим видео С вами был Станислав Орехов До встречи Субтитры сделал DimaTorzok